Здравствуйте, это библейский портал Экзогет, с вами священник Стахик Латвин, и сегодня мы с вами разберем один единственный стих из Евангелия, из Благовести, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и постараемся, как вот человек, который увидел россыпь драгоценных камней, не просто берет один, но пытается собрать всю эту красоту для того, чтобы принести ее окружающему миру, как человек, который берет и читает письмо своего родственника, который где-то на далекой войне находится, и внимает каждому слову. Точно так же и мы евангельскому тексту стараемся обратиться не только в общем, не чтобы понять общие черты, не чтобы понять общий принцип, а чтобы каждое слово, которое Господь сохранил Духом Святым для Церкви в этой нашей временной непостоянной жизни, как некоторые якорь спасения, чтобы мы смогли им воспользоваться и опереться при решении тех или иных своих житейских проблем. И прежде всего житейских проблем не на пути какой-то материальной суеты, а на пути следования в Царствие Небесное. Итак, откроем сегодня пятую главу Евангелия от Матфея и прочтем сорок седьмой стих. «И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Контекст этого поучения Спасителя, самый широкий – это, конечно, Нагорная проповедь, более узкий – Господь говорит о любви врагам. А любовь врагам – это, наверное, максимальная по сложности своей исполнения заповедей Божьих, новозаветных. Это надо вслед за Господом зайти по-настоящему на крест, чтобы он, как он, получить решимость молиться за своих распинателей. И к этому дойти очень сложно как и пониманием, так и еще больше в реализации своей жизни. Однако, если мы уделим внимание остальным словам Спасителя, которые он сказал, Господь же много проповедовал. И более того, он как человек тоже, может, его проповеди были и более длинные. Но то, что Духом Святым апостолы нам софиксировали, сохранили самую суть. Если из этой самой сути мы тоже отбрасываем окружающие какие-то фразы и концентрируемся только на ключевых словах Христа, которые, конечно, о любви к врагам, они здесь, ключевые, все остальное, и лишь их дополняет, то мы, конечно, увидим вершину пути нашего спасения. Да, если мы хотим быть как Бог, который любит своих врагов, то и нам тоже надо быть таким, как Он. Но не очень поймем, как же на эту вершину забраться. Как, в принципе, ты подходишь и видишь высокое здание, и понимаешь, тебе надо наверх подняться. И есть лестница, а есть еще и лифт. И на лифте ты доедешь куда быстрее. Так вот, тоже мы видим не только некоторые лифты, но и некоторые предградия на пути к вот этому подъему, подъему, скорейшему исполнению заповедей или к врагам. Это остаться на уровне язычников. Надо понимать, что язычники времен Христа — это люди религиозные, люди, которые как-то соизмеряют свои поступки заветами богов, боятся их мести, боятся какой-то неудачи, тоже вот что-то там могли пообещать, нужно сдержать. Были какие-то понятия морали. Однако Господь дает больше. И если ты остаешься на уровне язычника, то тебе сложно пойти за словами Христа. Вот как Господь говорит, поступают язычники. Приветствуют только братьев своих. Ну, конечно, имеется в виду братьев не только кровных братьев, но, в принципе, язычники, они очень рады тем, кто им тоже рад. И для нас этот уровень тоже очень важен. Мы берем, о, наши друзья, привет, наши родственники, ура, наши близкие, обняться с ними — здорово, это здорово. И для язычников этого здорово. И апостол Павел, когда говорит, что язычники спасаются естественным законом, то он говорит тоже об этом. Естественный закон — то, что наше естество, наша природа, совесть, голос ангела-хранителя, который в нашей душе есть, тоже, в принципе, помогает нам на пути спасения. Но ограничиваться этим нельзя. А вот как человек приходит на исповедь и исповедуется, в принципе, может, первый, второй раз, и он очень мало чего может сказать. Он очень глубоко может каяться, но его исповедь очень лаконична, потому что совесть подсказывает, что больше всего повредило, что больше всего причинило от совести ущерб. Но есть такие вещи евангельские, которые выше, чем совесть, и чтобы их почувствовать, надо уже идти по пути спасения за Христом, читать Евангелие, с измерять им свою жизнь. И наоборот, совесть может нас обманывать и говорить, нет, это все вокруг виноваты, нет, это вот тут такие обстоятельства, и поэтому твой грех оправдан. Или более того, неоправданно только так и можно было поступить. Господь говорит, отстегните. Если ты берешь и пытаешься всплыть со дна после кораблекрушения, то тебе нужно не хвататься за что-то тяжелое. Пусть это там ящик с золотом или просто какая-то гиря. Так и точно так же гирей вот на пути нашего спасения от этого водоворота житейской суеты является наше желание жить по справедливым языческим нормативам. Мои друзья, всем привет, мои враги, ну давай, до свидания. Не получится. Тем не менее, перед христианином стоит задача хотя бы сначала уровней жительщика достичь. Потому что, увы, христианин очень часто думает, ну да, я не такой, как язычник. А где ж твоя дружелюбие? Как ты с домашними общаешься? Как с женой? Как с родителями? Ой, сынок, я тебе там приготовила поесть. О, давай, что такое? Не лезь, я там занят. Ну как так? Получается, и на языческий уровень ты не вышел. А если не вышел на языческий уровень, куда же тебе выше идти? Или наоборот, снаружи, в окружающем мире, нами властвует не любовь, а лицемерие. Что мы, в принципе, нет, там, незнакомый человек, а мы там, ну, по работе или просто, чтобы каких-то проблем не получить, да или привычка на тренированность, этикет, в конце концов. Она говорит, да, здравствуйте, проходите, добрый день, добро пожаловать, корпоративные стандарты на работе может нам подсказывать такое вежливое обращение. А приходим домашним, и там уже вот это накопившееся усталость, накопившееся раздражение, скрытое за корпоративными стандартами в течение дня в каком-нибудь офисном центре, оно начинает вырываться, вырываться, и уже начинаешь и грубить, и ссориться. Или, может, до ссор дела не доходит, ну, темперамент другой. Но все равно какие-то слова, те же самые, которые можно было сказать с лаской и любовью, произносишь совсем без них. Поэтому прежде чем идти вот по этому пути любви к врагам, правда, хотя бы, ну, начни, начни любить, кто рядом с тобой. И что Господь говорит, недаром здесь все-таки он даже говорит не то, что вот язычники даже любят братьев своих. Не, может, язычники, они и в сердце, и брата своему завидуют, и тоже им не как-то довольны, но, по крайней мере, поприветствуют. Поприветствуют, то есть показать свою радость при встрече. И точно так же и мы должны, даже если у нас есть какое-то несогласие с нашими близкими, даже тоже мы какую-то обиду от них потерпели, и даже видим, что они нам не рады, потому что от нас, увы, обиду порой потерпели, все равно надо каждый раз приветствовать. Вот стандартная ситуация, к которой священнику обращается, что вот, да, кто-то обиделся из домашних, особенно невоцерковленных, все, не говорит. Ну, что, тоже не говорить? Нет, если человек не говорит, нельзя ему навязываться. Но, по крайней мере, всегда ему нужно доброе утро, спокойной ночи пожелать, приятного аппетита. То есть это некоторый минимум, что вот мы, как язычники, хотя бы поприветствовали. Да, мой брат, да, он против меня настроен, я его приветствую. А поскольку Господь все-таки про ближних говорит, что нет тут никаких границ, то точно так же лучше приветствовать и каждого человека. Вот за советские годы, а потом и за 90-е, как-то люди вот настолько обособились, да, вот все-таки советская власть там, что, ой, какое-то сообщество, люди соберутся, может, заговор какой-то, доверие ушло, доносы друг на друга, и вот просто перестали здороваться. Как православный христианин может заходить в подъезд, увидеть своего соседа и не поздороваться? Да, насчет раз, так и происходит. И ладно, ну вот в маленьких городках, деревушках еще ситуация получше. Все-таки сосед перед забором, на даче, ну, если нет какого-то конфликта, то чаще всего все-таки люди здороваются. А вот тех людей, с которыми сталкиваешься почти каждый день, ну, делаешь вид, что человека рядом нет. Да, просто отмолчиваешься. Начни, начни приветствовать. Если приветствие уже покажет, что ты неравнодушен, если ты приветствуешь тоже своего врага уже через «не хочу», то это уже больше, это ты показываешь, что есть место для любви. И самое главное, это показатель даже не ближнему, а показываешь Богу. Потому что Господь видит. Да, вот мое чадо, христианин, он сделал над собой усилие. Он сделал над собой усилие и поприветствовал. Поприветствовал человека, на котором ему, в принципе, наплевать. Увы, но он его поприветствовал. Или еще больше усилий поприветствовал человека, который ему неприятен, который ему гадости делает, который ему кость не строит. И Господь, который видит, что человек сам со своим телом справился, а с телом справится значительно проще, чем душой. Хоть наше тело состоит из миллионов клеточек, сосудов, нервных окончаний. Действительно тоже такой шедевр творения Божия. Все равно оно примитивно по сравнению с нашей душой. Если уж мы тело свое взяли, надоумили, вразумили, что оно поприветствовало, и человека, вроде к нам не относящегося, или даже своего обидчика, то Господь обязательно не останется в стороне. Господь увидит, что его сын на земле делает, делает попытку хотя бы приблизиться и стать таким же, как он, любящим своим врагов. И тогда Господь чуть-чуть расширит нашу душу своим божественным прикосновением. И там появится некоторое место, где уже может вырасти любовь и к человеку, к которому мы равнодушны, и даже человеку, против которого пока что еще настроено наше сердце.